Начнем знакомство с самого начала, то есть с того, как запустить Vim. Можно набрать команду в терминале Vim, и он запустится. Далее создать какой-то текст и сохранить его. Можно открыть сразу с именем файла. Тогда если файл существует, то откроется он. Если файл не существует, то откроется пустой файл, и при сохранении он запишется с этим именем. Наконец, открыть можно сразу несколько файлов. Для этого пишем команду Vim и перечисляем несколько файлов. Они открываются одновременно, и можно будет переходить по ним и редактировать их вместе. Чаще всего нам потребуется второй вариант, то есть запускаем Vim с именем файла. Самая главная команда Vim, когда мы его запустим, это как оттуда выйти и как получить справку. Для выхода набираем двоеточие Q, для справки набираем двоеточие help. Это открытие общей справки, или двоеточие help, и конкретную команду, тогда справка по этой команде. Наконец, третья вещь, которую хочется сказать про Vim в самом начале, это Vim Tutor. Очень хороший автотуториал. Если вы никогда не сталкиваетесь с автотуториалом, то он вам наверняка понравится. Он открывает некоторый файл прямо в редакторе Vim, в нем идут инструкции, и вы можете прямо их в этом файле выполнять. То есть что-то редактировать, переходить по нему, копировать, вставлять, а он будет проверять, насколько корректно вы работаете. Давайте посмотрим, как это все происходит в терминале. Итак, чтобы открыть текстовый файл, я набираю Vim, название файла, нажимаю Enter. Мы видим текст, известный песня Джона Левна. Чтобы выйти, из редактора набираю двоеточие Q, маленькое, и Enter. Чтобы открыть туториал, набираю Vim Tutor, Enter. И вот я попал в туториал. Можно переместиться по нему со стрелочками. И мы видим первый урок. Тут есть задание, комментарий к этому заданию, и можно приступить к выполнению. Когда вы хотите завершить работу с туториалом, набирайте двоеточие Q и Enter. В принципе, на этом можно было бы мой рассказ завершить и попросить вас пройти туториал. После его прохождения вы будете уже неплохо ориентироваться в Vim, однако я все-таки расскажу несколько основных принципов его работы, чтобы вам было проще.